Из всех бед, которые обрушились на нашу Родину в 20-м столетии, самой большой значится Великая Отечественная война. Еще свежи в памяти воспоминания о том, через что прошел наш народ за эти 1418 дней. На сцену приглашаются председатель Совета ветеранов Росского района Юхимович Валерий Петрович и участник войны в Афганистане, и преподаватель гимназии номер один Станислав Семенович Ефремов. Ваши аплодисменты. Уважаемые соотечественники, боевые друзья, сегодня наша страна, я думаю, что и ближайшие зарубежья отмечает этот замечательный праздник. День Советской Армии и Военно-Морского Лорца. День Защитника Отечества. История нашей армии уходит в глубину веков. И хочется напомнить вам, как она была. От каких-то небольших отрядов народного полчения до больших войсковых соединений наша армия росла. Вспомним Александра Невского, разгромившего немецких рыцарей на Чудском озере. Донского Дмитрия, который разбил татаро-монгольское игорь в 1380 году. Походы Александра Васильевича Суворова. Битва под Полтавой, нашим государем, который одержал победу над шведами. И в этом году, в прошлом году мы отметили с вами 200-летие победы над французами под руководством великого Кутузова. Но наша армия крепла и на полях гражданской войны. Я хочу напомнить, что сегодня ровно 95 лет, 23 февраля, молодые отряды Красной Армии приняли бой, первый свой, под Псковом и Нарвой, где разбили германско-фашистские войска. Я хочу вам напомнить, что наша армия показала себя в годы Великой Отечественной войны. Это было большое испытание для нашего народа в целом, для Советского Союза. С верой в победу шли в бой, поднимались в атаку, поднимались в небо, чтобы победить. И наши люди стояли насмерть. обрезкой крепости, под Москвой, Сталинградом, Курском, Ленинградом, Оролом, Киевом, Тулой, Смоленском и других городов, где показали высочайший уровень своей доблести и геройства за нашу Родину. И вы знаете, что 30 апреля 1945 года над фашистской Германией гордо реяло знамя победы. Я сегодня поздравляю всех тех, кто обеспечил нам мирную жизнь. и тех, кто в нынешнее время служит и продолжает служить на защиту нашего Отечества. Те, кто положил свои силы и здоровье для безопасности нашей Родины. Мы много можем говорить сегодня о наших земляках, героях Советского Союза, о которых уже упоминалось. Я не могу не сказать о Говоре, который командовал 5-й армией, Лебеденко, который 50-й дивизией освобождал Тучкова, Рузу и других. Многих других наших героев, земляков Гуричева и других ребят, Невки Белого, Летчика, Попова, Сколебакина и других многих. Поэтому я желаю вам всем здоровья и хочу ныне живущим пожелать, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки не знали войны. С праздником вас, защитникам Отечества! С праздником вас, дорогие друзья! Есть такая профессия – Родину защищать! Слава нашим защитникам Отечества! А теперь песня «Казаки в Берлине!» Казаки в Белого, Летчика, Попова, Сколебакина и других. Мы расплевает вековой, Эквикат, а не в первой, Нам поить тканей казацких, Ведь в чужой пейки. Казаки, казаки, Едут, едут по верлину наших, как злаки. Казаки, казаки, Едут, едут по верлину наших, как злаки. Казаки, казаки, Едут, едут по верлину наших, как злаки. Казаки, 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 Едут, едут по верлину наших, как злаки. На фоне «Казаки, казаки, Казаки», Едут, едут по верлину наших, и казаки. По верлины, по роботранице с перенадой. По верлиной, по верлину, Lawrenceige's морячи, Говорим друзьям, Как вернется в來 в лодку, Как вернется на тихий дом, Сильем, лазею. Казачка, снова встречи на фоне «Казаки first» Едут-едут павелин, но наши казаки, казаки, казаки. Едут-едут павелин, но наши казаки. А сейчас я приглашаю на эту сцену Сергея Рябова. Субтитры создавал DimaTorzok В тёмную ночь ты, любимая, с даем не спишь. И у детской кроватки деком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз. Как я хочу к ним прижаться сейчас. Губами тёмная ночь разделяет любимая нас. И тревожная чёрная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, Что б со мной не случилось. Смерть мне страшна. С ней не раз мы встречались. Теперь, вот и теперь, надо мною она кружится. Ты меня ждёшь, и в детской кроватке не спишь. И поэтому, знаю, со мной ничего не случится.